МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неприкасаемая сумма, какие деньги на наших счетах нельзя будет списать в пользу долга. Кого-то, может, и берег турецкий манит, но наших производственников все больше манит вектор арктический. Новый виток развития Рэп-флота. Электронный формат придумали, отшлифовать не торопятся. В чем новая боль лесников? Об этом не только в нашем деловом еженедельнике. Я, Артемий Заварзин, всех приветствую. И начну с одного из главных нововведений этой зимы. Банку теперь потребуется отдельное согласие человека для каждого списания разовых социальных выплат в счет погашения задолженности. А от кредитора, банка или микрофинансовой организации можно потребовать возврат списанных денег, полученных с 1 июня 2021 года до 1 мая 2022. Периодические социальные выплаты, например, малоимущим семьям с детьми, беременным женщинам, списанные в счет долга, заемщик сможет вернуть, если подаст заявление об этом в течение 14 дней после списания. Это касается даже тех списаний, на которые заемщик заранее дал согласие. В этом случае для возврата денег кредитору дается 3 рабочих дня. Нормы закона, касающиеся периодических выплат, вступят в силу с мая 2022 года. Больше того, у человека будет возможность до 1 июля 2022 года вернуть обратно даже ранее уплаченные в 2021 году социальные выплаты, если такие списания были произведены. Но в этом случае нужно не забывать, что у человека возникнет задолженность по кредиту, которая будет считаться неоплаченной, и у него будет 7 дней для того, чтобы эту задолженность погасить. В этом смысле она не будет считаться просроченной. В течение 7 дней деньги должны вернуться на счет. Кстати, с 1 февраля намечается индексация тех самых социальных выплат, пособий и компенсаций. А что еще принесет последний зимний месяц? Вот самое главное на наш взгляд. Соцсети обяжут блокировать противоправную информацию, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к массовым беспорядкам. При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение. С 1 февраля требования к правилам доверительного управления ПИФом инвестиционные паи, которого ограничены в обороте, устанавливает Банк России. В доверительное управление ПИФом кроме денег может быть передано иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать наименование товаров или услуг, их количество и цену. Появляются новые условия аккредитации Фондом защиты правдольщиков, арбитражных управляющих, а также ее продление. Например, когда речь идет об арбитражном управляющем в деле о банкротстве застройщика в отношении не менее двух, ранее трех строительных компаний, а также обязательное прохождение обучения по утвержденной фондом программе. А чем же ознаменовалась последняя январская неделя? Об этом далее, а после узнаем, сколько северян уже оценили преимущества режима самозанятости. Реновация автомобильной дороги Архангельск-Онега – это уже не ожидание, а реальность. Идет капремонт на первом участке длиной в 16 километров, асфальт появится благодаря нацпроекту и завершится работа, должны к концу ноября. И уже разработан проект капремонта второго участка протяженностью больше 20 километров. Стоимость работ составит почти 2 миллиарда рублей. 96 и 118 километра. В декабре месяце мы получили проектную документацию с положительным заключением госэкспертизы. Объект полностью готов к реализации. Александр Натальевич, прошу поддержать. Я знаю, есть возможности. Для того, чтобы, безусловно, исполнить ваше поручение, нам этот объект надо в этом году запустить. Мы же говорили о том, что у нас будет возможность в этом году дополнительно 860 миллионов вам на эту дорогу федеральных средств направить. Я очень прошу это рассчитывать. Да, все, давайте договорились. Предполагалось, что будет удобно, но пока получается только ворох, трудности и проволочек. У Чудровесины с 1 января стал электронным. Все документы должны вноситься в единую систему. Это нужно, чтобы хорошо различать легальных и черных лесорубов. Но и те, и другие все еще в общей массе. Дело в том, что тот самый электронный документ лесники формируют на местах заготовки, где нет нормального интернета. При этом сама система, в которую он регистрируется, пока что далека от идеала. За три недели ее уже обновили около 70 раз. Лесники готовят предложения в Минприроды страны. Когда мы формируем ОСД, выскакивает много дубликатов, дублируют. Я уже молчу, что вместо березы выскакивает дуб, и потом не знаешь, как списать этот дуб и куда его деть, который отразился в документе, потому что у нас дуба нет. Но он появляется. И вот эти дубликаты, они, конечно, бьют, как говорится, по нервам. Не знаешь, что с ними делать эти дубликаты. Улучшить качество и скорость обслуживания детей в столовых, контролировать деньги и даже отслеживать меню и расписание питания. Такие возможности дает информационная система школа. Она стала первым этапом проекта «Единая карта жителей Архангельской области». В ближайшее время ноу-хау появится в 81-й школе Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Предполагается, что проект «Единой карты» объединит все возможности банковской, социальной и транспортной карты. Школьные приложения являются, вы знаете, лишь сегментом, да, такого большого нашего огромного цифрового комплекса. Сюда же, да, мы транспортное приложение, то есть мы уже там, собственно говоря, четко понимаем, что делать с информационными системами, имеем пул оборудования, который можно подключить. Да, и сейчас только, собственно говоря, мы ожидаем там технологического процесса, когда мы все транспортные средства общественные будем оборудовать нашими системами. И опять же, все это работает как на школьных картах, как на всех картах мира. Продолжается подготовка к региональному чемпионату по стандартам WorldSkills. Молодые профессионалы – это площадка, где студент демонстрирует свои умения, а будущий работодатель может заприметить себе достойного кандидата на вакансию. Впервые в нашем регионе открывается компетенция предпринимательства на базе Архангельского торгово-экономического колледжа. Это первый опыт у нас. Мы надеемся, что у нас все получится. В том числе и студенты у нас очень активно стремятся участвовать. То есть будем надеяться, что все сложится. Чемпионат молодые профессионалы соберет мастеров своего дела 15 февраля. Как и прежде, лучшие из лучших будут представлять регион на всероссийском уровне. От деревянной кузницы до плазменной резки. Такой путь за 100 лет прошла Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота. Круглую дату отметили в прошлом году, а новый век своей истории предприятий открывает с упором не только на ремонт судов, но и их строительство, в том числе для крупных арктических проектов. Мы побывали на производственных площадках и оценили выполнимость амбициозных задач. Глядя на эти кадры с высоты птичьего полета, сложно представить, что еще 100 лет назад здесь была просто деревянная кузница и склад, а теперь предприятие, строящее и ремонтирующее суда для отечественных и зарубежных заказчиков, используя плазменную резку и другие современные технологии. Корпусные, слесарные, малярные работы, установка всей необходимой технической начинки. Архангельская репфлота позиционирует себя не только в сфере ремонта, но и судостроения, как принято говорить, под ключ, от разработки проекта до спуска судна на воду. Станки здесь не утихают круглый год. В эти дни, например, специалисты трудятся над реновацией плотовода «Воронеж». Проводится ремонт и глубокая модернизация судна «Воронеж» проекта Р-14 с заменой главных двигателей и их агрегатов. Загрузка по ремонту стопроцентная и гарантирована по сентябрь. Весомое преимущество дают крытый эллинг и слип грузоподъемностью до 2500 тонн. Он состоит из двух частей – наклонной и горизонтальной. На наклонной части у нас уложены рельсовые пути, по которым двигаются косяковые тележки. Грузоподъемность каждой тележки – 200 тонн. Длина судна максимальная – где-то метров 120. Аналогов нет. Ну, может, где-то по России, конечно, еще и есть. Но почему-то они все ликвидируются, так скажем. А Архангельская Рэпфлота, наоборот, и собственное конструкторское бюро имеет и производство модернизирует, чтобы стать предприятием, производящим весь комплекс работ в сфере судостроения. Есть программа развития Архангельского Рэпфлота, так сказать, увеличения слиповских возможностей, ремонт самого слипа, модернизация, что позволит по итогам проведения модернизации поднять суда, так сказать, большей грузоподъемностью, большими габаритами. Есть и план более амбициозный – получить статус резидента Арктической зоны России. С одной стороны, это большие налоговые преференции, серьезные заказы для проектов в полярных широтах. С другой – развитие бренда Архангельской Рэпфлота, что еще раз подчеркнет конкурентные преимущества. Да, могут здесь отремонтироваться и сразу пойти. Также, что суда мы можем здесь построить, минуя там основные заводы, которые у нас находятся в Питере. Можем строить, выпускать суда, сразу напрямую производить, грубо под причал погрузки и уже в работу, чтобы не какими-то там переходами или еще что-то. Ну, мы живем в своем регионе и должны, мне кажется, строить суда для своего региона. То есть с пониманием, как это в нашем регионе, какие ледовые условия, какие климатические условия. А понимание это за вековую историю более чем сложилось. Конечно, важна и кадровая составляющая. Рэпфлота идет по пути подготовки своих профессионалов еще на этапе учебы. Налажены связи с профильными образовательными учреждениями, есть диалог и с региональным минобром. Хотя обучение персонала – это и время, и топ-затраты, и не всякое предприятие готовы этим заниматься. Но архангельские судостроители понимают – только так формируется коллектив профи, который сохранит и приумножит все лучшее, что было на пути от деревянной кузницы до плазменной резки. Число самозанятых в Архангельской области превысило 13 тысяч человек. Весомо, ведь еще в 2020-м было чуть менее 4 тысяч. Налогов в минувшем году в областной бюджет, кстати, перечислено около 50 миллионов рублей. О цифрах и фактах уже федерального масштаба поговорим далее. Запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют в России – с таким предложением выступил Центробанк. Сейчас выпуски обращения крипты законодательно не урегулированы. При этом цифровые валюты в качестве средства платежа запрещены. По мнению ЦБ, следует ввести ответственность за нарушение запрета, а все криптооперации нужно немедленно блокировать. Банк России предлагает запретить и вложения финно-организаций в криптовалюты. Риски для экономики ЦБ введет и в майнинге. Объем операций россиян с криптовалютами может достигать 5 миллиардов долларов в год. Таковы данные опроса банков, который правил ЦБ. В России ведут налоговый вычет за инвестиции в образование. Поручение дал президент России Владимир Путин. Речь идет о вычетах суммы расходов на развитие российских образовательных организаций, которые работают по программам среднего профессионального образования. Региональные законы должны позволить им применять инвестиционный вычет. Правительство России до 1 апреля внесет коррективы в закон о налогах и сборах. В России за нарушение пожарной безопасности в лесу хотят наказывать строже. Штрафы для граждан могут увеличить в 10 раз, а для юридических лиц в 2 раза. Такие поправки в КААП Косдума планирует рассмотреть в первом чтении в рамках весенней сессии, сообщается на думском сайте. Согласно документу, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах россиян предлагается штрафовать до 30 тысяч рублей, сейчас до 3 тысяч, для должностных лиц санкция составит до 40 тысяч рублей, для юридических до 400, то есть вдвое больше нынешних значений. Россиян предупредили о подорожании сладостей. Производители кондитерских изделий намерены повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Об этом пишут «Известия». Как рассказал издание «Источник» в одной из торговых сетей, кондитеры объяснили подорожание увеличением себестоимости продукции. За год пальмовое масло выросло в цене на 40%, мука высшего сорта на 15%, меланж – более чем вдвое. Минэкономразвитие отметили, что на увеличение расходов на кондитерские изделия во многом влияют мировые цены на сахар. За 2021 год индекс вырос на 37,5%. Помните, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Надеюсь, все услышанное сегодня было полезно. Прощаемся с вами. До новой встречи уже в феврале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин